Кстати, напомню, что юбилей в этом году празднует Останкино 50 лет вместе со страной. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, Вся канадчика в дачах телевизор урвалась, Вместо, чтоб поесть помыться, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана забралась. Итак, сейчас мы находимся рядом с основным помещением спортивного клуба телевизионного технического центра Останкино. Это находится в корпусе АСК-3. Именно отмечу, что здесь у нас идет ремонт. Вот видите, потолок еще недообустроен. Когда ремонт будет окончательно завершен, нам этот коридор предоставят под наши фотографии. У нас их очень много, здесь мы все это красиво развесим. Но это пока планы, надеюсь, они будут осуществлены. Так что в ближайшее время мы это ждем. А сейчас, пожалуйста, идем к спортивному клубу Астанцеву. Светает ли ты в помещение спортивного клуба Астанцева. Проходите, да? Здесь мы видим кубки медалей, которые были завоеваны и выиграны спортсменами от телевизионного технического центра. Отмечу, что это не только шахматы в нашем спортивном клубе. У нас две команды по волейболу, команда по мини-футболу, команда по настольному теннику и, конечно же, команда по шахмату. Это у нас расписание график. Вот здесь у нас директорская. Здесь, как говорит, у нас творческий хаус небольшой. Андрюша, походите, решил. Вот, это у нас директорская. Здесь у нас основное помещение. Здесь тоже у нас небольшой творческий хаус. Помещение, в котором, собственно, и проходит вся борьба спортсменов телевизионного технического центра Астанкино. Особенно это касается шахматистов. Обычно работники ТТЦ Астанкино, но это режиссеры монтажа, операторы, корреспонденты, просто работники, может быть, даже не журналистской сферы, но находящиеся в Астанкино приходят сюда проводить досуг. Они приходят сюда после смены, где-то ориентировочно после 6 часов. Что вы подразумеваете под досугом? Ну, они вот-вот стоят, шахматные доски. Мы, соответственно, их так расставляем. Так как у нас сегодня мероприятие такой женский блиц у нас, у нас сегодня нет досуга такого для работников. Для мужчин. Для мужчин, да. Соответственно, когда у нас нет мероприятия, все эти доски, все это разложено красиво, и ребята приходят играть. У нас такая уже когорта сыгранных шахматистов Астанкино. Ну, не могу сказать, что они большие все мастера, но ребята стараются, играют, и главное, что они хорошо проводят время. То есть, досуг для представителей и СМИ, и охранных систем. Ну, то есть, много всего задействовано здесь. Очень активная мини-футбольная команда. Кстати, вот здесь вот 50 фотографий. Вот, смотрите, представители из настольного тенниса у нас. Команда, кстати, вот эта вот мастер спорта. Ну, вот. Вот эта у нас фотография из недели. Вот эта фотография с открутия шахматного клуба Астанкино. Это 2008 год. Вот с Александром Дмитриевичем Жуковым. Он принимает участие в сеансе, который мы устраивали. Кроме того, интересный деталь. Еще раз скажу, что у нас есть шахматная школа детская. Вот для них висит магнитная доска. И по вторникам у четвергам дети работников ТТЦ Астанкино могут приводить своих чат сюда, оставлять их здесь на пару часов, и здесь проходят для них вот детские шахматные занятия. Ну, кто-нибудь из известных телеперсон приводит своих детей? Нет, из известных телеперсон приходил только сам Гусев. Вот, заходил, что называется, на огонек. Тот самый Гусев. Да, вот он захаживал, но без детей захаживал сам, как говорится, в хорошем смысле поиграть в шахматы. Вот, и в свете того, что у очень известных персон достаточно занятой график, немногие из них могут часто прийти. Что касаемо шахмат, мы регулярно проводим клубок ТТЦ Астанкино уже много лет. Теперь он посвящается основателю, Назиму Мерзоеву. Кстати, напомню, что шахматный клуб и вообще весь спортивный клуб под одобрение руководства был переименован после того, как Назим Мерзоев ушел из жизни. Теперь этот спортивный клуб называется имени Назима Мерзоева. Так что вот такая история с нашим спортивным клубом. Заходите в гости, будем рады. В этом году у Астанкино юбилей, кстати. Назовите адрес, может быть, найдутся желающие. Улица Королева, дом 19. Единственный момент, что все это по пропускной системе. Но мы всех гостей заводим, мы рады, поэтому никаких проблем нет. Если у нас какие-то мероприятия, мы рады гостям. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины горят. Здесь проходят женские праздничные длицы. Сейчас мы направляемся в топливное помещение, потому что только то, что вы только что видели, это все-таки было такое постоянное помещение для шахматистов и вообще для тех, кто вовлечен в дела спортивного клуба Астанкино. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и предни сети есть у нас и предни, и не испортят нам опять ни злые происки врагов. В принципе, я давно не молся, может быть, воспользоваться. Никаких проблем. Какой состав, когда я думаю, что все будет отлично в душ Евгения Утина. Но примчались санитары и зафиксировали нас. И сейчас мы как раз проходим в помещение, где и все это будет происходить женский праздничный блиц. Добро пожаловать. Электромбоген И раз, и два, и четыре Поздравляем, волшебная игра. Ой, Гагири, поздравляем. Ура! Поздравляем. Сразу кубок. Спасибо. И попробуем войдет медаль. Как-то блондинки побеждают, я смотрю. Да. Прошу у каждого подойти сюда, получить подарок, остаться здесь, взять цветочек сначала. Пусть безумная идея, вы не решайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через хадо главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам. А то, если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото». А то, если вы не отзоветесь, мы не хотим... А то, если вы не отзоветесь, мы не отзоветесь. По-доброму. Спасибо. По-доброму.